Писали несколько человек, и мне он тоже интересен, какие вообще камни ты любишь? Я люблю. Так, прям писали, спрашивали, какие камни любит Верона. Я люблю. Ну, видимо, я думаю, что у многих девушек стоит вопрос выбора, это очень нелегко сделать, даже если только к нам заходить в Инстаграм, у нас огромные там предложения, и люди часто теряются. У нас тут штука разворачивается сама. Я люблю яркие камни. Это очень, может быть, звучит как-то общими понятиями, но когда я только заинтересовалась драгоценными камнями, мне хотелось что-нибудь такое маленькое, невзрачное, чтобы оно не привлекало внимания. И очень интересно, что большинство девушек, с которыми я общаюсь, кто не носил драгоценные камни, кто только начинает знакомство с драгоценными камнями, они говорят то же самое. У меня что-нибудь такое, неброское, небольшое, я не хочу слишком привлекать внимание. Все через это проходят. Апетит приходит во время еды. Все проходят через это, и я считаю, что большинство девушек все-таки приходят к тому, что камни должны быть яркие, камни должны быть большие. Есть много всяких разных инструкций, какие камни можно носить в каком возрасте, какого размера должны быть камни. Отчасти, возможно, это все имеет место быть, но я выбираю камни в первую очередь по цвету. Мне из всех камней, которые вообще сейчас существуют, больше всего нравится, наверное, шпинель. Шпинель мне нравится, во-первых, разнообразием оттенков, мне нравится тем, что она очень красиво блестит. Мне нравится, например, если сравнивать шпинель и сапфиры, я как человек все-таки, как это правильно сказано, экономный, экономичный, как это слово? Расчетливый. Неправда. Бережливый. Бережливый, да. Мне как бы сравнивают шпинель и сапфиры, например, даже по цветам. Я выбираю для себя шпинель, потому что она ярче, при этом цена все-таки на нее ниже. И делаю выбор в пользу каких-то интересных цветов, шпинели с включением рутила, каких-то еще там интересных включений. Мне очень нравится турмалина. Турмалин параиба, это безусловная любовь, просто потрясающая, очень красивый цвет. Но помимо турмалина параиба, еще очень много всяких разных турмалинов по цветам. Мне они тоже нравятся. Что я еще выбираю? Мне нравятся черные бриллианты. Вообще, как бы сами по себе бриллианты бесцветные, они почему-то меня никогда особо не привлекали. И у меня не было там какой-то цели или желания, чтобы у меня появилось кольцо с бриллиантом. Ничего такого не было. А мне вот, кстати, еще нравится, что шпинель любого цвета, какой бы ни брали цвет, она всегда с уходом в черный. Там в глубине всегда такой черный благородный есть цвет. И мне кажется, что в других камнях этого нет. Мне вот этот момент тоже очень нравится. Мне кажется, у меня и розовый шпинели нет. Есть, она тоже такой в черненький выходит. Мне кажется, просто у тебя глаза черные. Ты видишь во всем черноту. Я забыла, что это. Про бриллианты. А, про бриллианты, да. Что белые бриллианты, я к ним равнодушна абсолютно. Но когда я увидела черные бриллианты, они мне очень понравились. Они совершенно другие, они непрозрачные, они при этом блестящие. Очень красивые. Я последние, наверное, года полтора открыла для себя волшебный мир опалов. И сегодня... Опалов это круто, да. Сегодня вот выбираю, хоть это и не... Ну, нельзя назвать каким-то прямо драгоценным камнем. По-настоящему, да, это немножечко другое, как бы, органическое соединение какое-то. Опалы для меня сейчас являются темой, во-первых, изучения. Я просто поражена тем, какие они бывают красивые. И, наверное, мой сегодняшний фаворит это все-таки будут опалы и шпинель. И, наверное, мы сильно хотим поехать в страны, где это бывает. Мы очень хотим поехать. В ближайшее время. Мы очень хотим поехать. Мы очень, конечно, расстроены тем, что... Ну, вот сейчас все так происходит. Это нарушило наши планы. Сильно нарушило наши планы по путешествиям, по поездкам. Потому что поездкам и путешествиям мы, ну, наверное, процентов 50-60 своего времени. Да? Да больше даже, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова